Немножко остановимся на этом моменте и поговорим о музыке. Сейчас учёными доказано, что существует музыка двух крайних видов. Есть музыка созидающая, есть музыка разрушающая. К созидающей музыке относится вся классическая музыка. Доказали это японцы, очень просто. Вы знаете, что вся Япония живёт на скалах. Плодородной почвы у них нет, но проблем с овощами у них тоже нет. Они приспособились выращивать свои овощи на искусственной почве в теплицах, но при этом в теплице включают классическую музыку. Оказалось, что урожай повышается на 20-30%. Можете себе представить? То есть классическая музыка — это музыка созидающая, творящая. В противовес ей есть музыка разрушающая. К ней относятся тяжёлый рок, металл. Это музыка, которая несёт в себе диссонанс. Диссонанс человеческую психику разрушает не сразу, но постепенно. Это тоже было доказано с помощью опыта. Может, слышали такой опыт? С козами провели. Слышали, нет? Поместили двух коз, одну в одну комнату, другую в другую. Поставили магнитофон, дали сено и закрыли. Одной включили классику, другой тяжёлый рок и закрыли на полтора часа. Через полтора часа приходят, открывают дверь. Там коза, где слушала классику. Съела сено, спокойно себе стояла. Её сдоили, молока она дала больше, чем обычно. А та, которая слушала тяжёлый рок, бегала по комнате, бегала, сено не поела. И пока не успокоилась, молока с неё не сдоили вообще. То есть на животный мир тяжёлый рок, разрушающий музыка, действует очень быстро. На человека процесс во времени растянут, но достаточно устойчивый. Но среди этих двух крайних видов музыки есть средний спектр, так называемая современная попса. Это то, что вы слушаете с видеоклипов по телевизору, вот эти вот красавицы танцуют. Наушники слушаете эту музыку, в маршрутках часто крутят. Так вот, оказалось, что вся эта музыка, вся без исключения, написана в одном единственном ключе. За неё платят сумасшедшие деньги. Вы только посмотрите, сколько стоит каждый клип. Оказывается, она написана вся в одном ключе. В ключе, возбуждающем сексуальную энергию человека. Мало того, оказалось, что на эту попсовую музыку реагируют люди только определённого возраста. После 35-40 лет на эту попсовую музыку взрослые люди не реагируют никак. Они умеют отсеивать информацию. От неё возбуждаются в основном подростки и молодые люди в возрасте с 14 до 21, из 21 до 25 лет. Именно этот возраст больше всего слушает эту музыку. Дискотеки, тусовки и так далее, и тому подобное. Но учёными было выяснено, проведена статистика. Оказалось, что в течение прослушивания этой музыки, в течение трёх часов, непрерывно, если слушать её подросткам, то 10% молодых людей, подростков, а это 2 человека из 20, то ли это на дискотеках, то ли на тусовках в квартире, идут удовлетворять свои сексуальные потребности. Но в этом возрасте секс у подростков однозначно без любви. То есть они подвергают сами себя разрушению. Субтитры создавал DimaTorzok